Америка бомбит Сирию и первый раз американские СМИ аплодируют Трампу. Но почему ему аплодируют террористы? Вы думали, Дональд Трамп вместе с Россией будет бороться с терроризмом? Для Трампа террористы это наши союзники Сирия и Иран. Россия соучастник. Это прогнозы. Я Вероника Крашенинникова. И мы начинаем. Американский удар по сирийской военной базе. Чем ответит Россия? Взрыв в питерском метро. Убийство полицейских в Астрахани. Нападение на воинскую часть в Течне. Кто и зачем пытается дестабилизировать ситуацию в России? Спецслужбы против террора. Сим-карты без паспортов, квартиры без договора, неработающие металлодетекторы. Кто они? Невольные пособники террористов? Борьба с коррупцией? Да, глава Удмуртии арестован. Взятка в 140 миллионов и километры разбитых дорог. Уронила гривну на пол. За что еще украинцы хотят посадить главу Нацбанка? Крупные хищения в высших эшелонах киевской власти. Украина распродает последнее, родную землю. Как еще расплатиться за транш МВФ? На самом деле про Трампа все было ясно с самого начала. Наша программа еще во время предвыборной кампании предостерегала от ложных ожиданий. Трамп лжет, как дышит. Нельзя верить ни одному его слову. Для удовлетворения своего гигантского, но очень хрупкого эго ему нужно любыми средствами одержать победу над каждым противником. Во главе Америки он делает и будет делать все то же, что и его предшественники. Только гораздо более агрессивно, беспощадно, внезапно. Трамп нанес прямой военный удар по сирийским правительственным войскам. И как нанес? Джордж Буш в 2002-м целый год убеждал союзников ИОН ударить по Ираку. Барак Обама вел пропаганду против Ливии три месяца. С Трампом счет пошел даже не на дни, на часы. Ближайшие союзники США, Германия и Франция узнали об ударах за пару часов. Трамп использовал старый предлог про химическое оружие. Это пересекло много линий, по моему мнению. Когда убивают невинных детей, невинных младенцев, младенцев химическим газом, который имеет летальный эффект. Люди были шокированы тем, какой это был газ. А вот так Трамп принимает решение. Я не говорю, что сделаю это тем или другим способом, но я точно не собираюсь вам об этом рассказывать. Спасибо. Особую выгоду от этого получает ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. ИГИЛ рукоплещет Трампу. Сразу после ракетного удара американцев по аэродрому Шайрат в Сирии, боевики Исламского государства, организации, запрещенные в России, воспряли духом и начали наступление. Обстрелу подверглись несколько сирийских КПП. Ближайшая цель террористов – город Аль-Фуркала. После внезапной атаки США на аэродром, сирийская армия фактически осталась без поддержки с воздуха. А это значит, что уже в ближайшее время ситуация может переломиться в пользу террористов. Военно-воздушный аэродром Шайрат, расположенный в 32 километрах к юго-востоку от города Хомс, является одной из ключевых баз сирийских ВВС. Именно с него взлетали самолеты, чтобы бить террористов, засевших в Дейрозоре и Пальмире. Вот так он выглядит сейчас. Жертвами ночного обстрела стали 10 военных и 13 гражданских. Американские ВМС выпустили по аэродрому 59 ракет-класса «Тамаган». Правда, до цели долетели всего 23. Где упали остальные 36 – неизвестно. Дональд Трамп пытается объяснить простым американцам, зачем он делает то, за что еще недавно отчаянно критиковал Обаму. Сегодня я приказал нанести точечный военный удар по авиабазе в Сирии за химическую атаку. Наша бомбардировка отражает жизненно важные интересы национальной безопасности США. Еще во вторник сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химического оружия в провинции Идлин. Представитель США в ООН Ники Хейли демонстрирует страшные фотографии погибших детей. Мы знаем, что вчерашняя атака обладает всеми признаками использования химического оружия режимом Ассада. Мы знаем, что Ассад применял это оружие против сирийского народа прежде. Бомбардировки в ответ на недоказанную вину. Подобные приемы США применяли и раньше. Вот так в 2003-м, еще при президенте Буши, пресс-секретарь Колин Пауэлл тряс пробиркой с белым порошком в совбезе ООН. Химического оружия в Ираке американцы так и не нашли. Саддам и Хусейна свергли, а теперь на территории Ирака борются с террористами, которых сами и взрастили. А параллельно с этим продолжают выкачивать иракскую нефть. В 2013-м хотели провернуть то же самое в Сирии с Ассадом. Не вышло. И вот очередная попытка. Реакция российского руководства на американские бомбардировки по Сирии была молниеносной. Мы не раз заявляли о своей готовности к сотрудничеству по решению самых горячих проблем современности, среди которых на первом месте борьба с международным терроризмом. Но мы никогда не согласимся с нелегитимными действиями против законных сирийских властей. Что и кому хотел доказать Трамп этим ракетным ударом? Вместо того, чтобы приблизить окончание войны, он сыграл на ее обострение. Впрочем, ход теперь за Россией. Американские удары по Сирии обсудим с востоковедом Саидом Гафуровым. Саид, добрый вечер. Здравствуйте. Саид, все химическое оружие из Сирии мы вывезли еще в 2013 году, к концу года. И делали это, собственно, вместе с администрацией Обамы. То есть они были участниками этого процесса. Так что это за подлог с химическим оружием вновь? Трамп прекрасно знает, что в Сирии нет химического оружия. Больше того, советники Трампа сообщили ему, что химическое оружие в принципе так не применяют. Есть очень сильное подозрение, что этот газ-то он откуда-то появился, что этот газ на современных оборудованиях, Идлип, вообще этот район, с 2012 года под контролем мятежников. И они начали производить химическое оружие, причем не просто хлор, а нервно-паралитические газы. И это почти, наверное, на оборудование. Попала ракета, наши объявили, что взорвался хранение, но я-то думаю, что пострадала и ЦХ по его производству. То есть это было место производства химического оружия на территории под контролем террористической организации. И территории, на которой американцы чувствуют себя королями, не надо забывать, американцы и французы. И в этой ситуации возникает вопрос, удастся ли им успеть замести следы до того, как мы продавим американцев, продавим Совет Безопасности, мы и Китай. Ну а что последует, Саид, за этим ударом? Каковы дальнейшие планы Трампа, ваш прогноз? На самом деле, достаточно очевидно, мой прогноз состоит в том, что ничего не будет. Трамп решил свои проблемы, он отвел стрелки, сейчас не будет пока комиссии туда. На самом деле, он решал свои внутриполитические задачи. А каким образом удары по Сирии решают проблемы Трампа в Америке? У него положение очень уязвимо, и оно снимает главное обвинение в его адрес, что он марионетка Владимира Владимировича Путина. Никто в этом всерьез не воспринимал, но это повод для его атаки. То есть, уже он может сказать, что нет, обратите внимание, я не марионетка. Саид, мы продолжим разговор. Неожиданными бомбардировками Трамп посылает сигнал Башару Асаду, сгинь долой. Сигнал Ирану, вы следующие. Сигнал Китаю, вот так мы можем ударить по вашим соседям Северной Кореи. Сигнал России, вы говорили, Асад ваш союзник, ну так получите. Сигнал Китаю был дан ровно в тот момент, когда лидер страны Си Цзиньпинь находился в гостях в личном поместье Трампа. Сигнал России в преддверии визита в Москву госсекретаря США Рекса Тилерсона. И еще один сигнал нам. США расследуют соучастие России в химической атаке в Сирии. Трамп собирается привлечь нас по делу об использовании оружия массового уничтожения? Удар по авиабазе «Шайрат» произошел за пять дней до приезда в Москву госсекретаря США Рекса Тилерсона. Это будут первые переговоры представителя новой администрации с Владимиром Путиным. Тилерсон – старый знакомый российского президента, получивший из его рук орден дружбы. Еще на прошлой неделе госсекретарь заявлял, что США больше не считают вопрос ухода Ассада приоритетным. Он явно демонстрировал сближение с позицией России. В понедельник Трамп звонил Владимиру Путину с соболезнованиями по поводу теракта в питерском метро. Он говорил о том, что терроризм – это зло, с которым нужно бороться сообща. Но потом была химическая провокация в выглебе и удар томогатков. Как теперь два политика будут говорить о совместной борьбе с террором? Ее Трамп сам предлагал России. Теперь шансы на создание коалиции резко уменьшились. Американский удар был рассчитан как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Трамп решил показать и приехавшему к нему Си Дзинпину и Владимиру Путину, что он жесткий руководитель, не хуже самого Путина. Неизвестно, какой эффект это произвело на китайского лидера, но российский лидер назвал это актом агрессии против суверенного государства, совершенным под надуманным предлогом. И хотя американские военные известили российских коллег о готовящемся ударе, в Вашингтоне напряженно ждали дальнейших действий Москвы. Уже понятно, что Россия не намерена позволять Трампу и дальше решать свои внутриполитические проблемы за счет дестабилизации ситуации на сирийском фронте. В ответ на удар Москва приостановила действия заключенного США меморандума о безопасности полетов и направила к берегам Сирии фрегат-адмирал Григорович, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Разочарование в Трампе высказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Все, остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом ИГИЛ администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. Впрочем, не все в Москве готовы поставить на Трампе крест. Министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник будет принимать Рекса Тилерсона. Надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым каким-то результатам, хотя уже сейчас цитируют в средствах массовой информации такие радостные высказывания бывших функционеров Обамовской администрации о том, что теперь-то теперь-то после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут по сравнению, хотя, безусловно, выводы с вами мы для наших будущих отношений с Вашингтоном будем делать. Ну, а уже в среду мы узнаем, какие выводы сделал для себя Владимир Путин по итогам разговора с Рексом Тилерсоном и что просил передать в ответ Дональду Трампу. Как нам отвечать на сигнал, направленный нам, ваше предложение? Ну, я думаю, что никогда не надо забывать, что наш президент все-таки самый информированный человек в стране. Наш МИД и наше Министерство обороны показали, что они отлично справляются с работой. Когда я ездил в Дамаск совсем недавно, вот у меня было очень интересное ощущение. Мне показалось, что к нам после войны, да, наши участвуют в боевых действиях, там, люди гибнут, стали гораздо лучше относиться. На самом деле, наша армия великолепно себя показала, то есть я был в восторге от этого. То есть потому что, вот видишь, как сирийцы к нам относятся, да, вот он тебе все объясняет по 10 раз, потому что думает, ты можешь что-то не понять, там, в карауле. Но они нас любят, и вообще там, если понимать, что... Как мачу-братьев. Ну, да, да, к нам очень хорошо относятся. И поэтому я убежден, что наша реакция будет правильной, и единственно верной, включая как военные аспекты реакции, так и дипломатические аспекты. Да, вот сейчас мы взяли на себя, мы приняли на себя право применить оружие, да, против американцев, мы вышли из этого меморандума. И, что самое главное, мы продемонстрировали сейчас, ведь в наших силах было уничтожить эти два американских эсминца вообще бесполезно. Больше того, это сирийцы могли сделать своими военными катерами. Ну, это совсем смело, уничтожать американские эсминцы, но это уже война. Да, да, это была бы уже война, но американцы это поняли, американцы это почувствовали. Я думаю, и мой прогноз, что сейчас Трамп говорит по-другому. Он посылает в Москву Тилерсона. Хорошо, и с чем приедет Тилерсон, ваш прогноз? Мой прогноз, что Тилерсон привезет несколько очень серьезных предложений, которые в двух словах, предельно вообще, можно сказать так. Мы признаем Башара Алясада, нефть нам, газ вам. Я думаю, что такое будет предложение, такой мой прогноз. Спасибо, Саид, для вашего мнения и прогноза. А вот и мой прогноз. Тилерсон едет в Россию с требованием сдать Сирию, Иран, Китай. Они хотят, чтобы мы отказались от крепких союзнических отношений с этими странами. За недавним ударом по Сирии последуют другие. Трамп будет добиваться и добьется свержения Башара Алясада. Что будет дальше Сирии? Смотрите на Ливию. Трамп также начнет наносить удары по иранским подразделениям и интересам. Терроризм будет захватывать новые территории. Далее в программе. КОНЕЦ Мы скорбим вместе с Петербургом. Мы гордимся жителями Питера. Они проявили солидарность, сплотились и оказали помощь всем пострадавшим в теракте. Мы гордимся Петербургом, который во все времена подавал великий пример стойкости и мужества. От того же террористического зла в Астрахани погибли два сотрудника ДПС. Три бойца Росгвардии получили ранения. Вчера двое полицейских убиты в Ингушском Малгабеке. А в Чечне две недели назад погибли шестеро гвардейцев. Трое были ранены. Эта цепочка терактов случайна или есть закономерность? Жители северной столицы нескончаемым потоком несут цветы к месту трагедии. Скорбела на этой неделе и Астрахань. Здесь хоронили полицейских. 4 апреля банда экстремистов расстреляла двух инспекторов ДПС, а через два дня напала на бойцов Росгвардии. Бежавшие с места преступления террористы были ликвидированы. Ответственность за совершенное нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. В это время в северной столице проходила операция по задержанию организатора взрыва в питерском метро. Семеро пособников террориста-смертника Акбаржона Джалилова были схвачены в одном из жилых домов на окраине города. У себя на квартире они собирали бомбы и планировали следующие теракты. Все задержанные – уроженцы Средней Азии. По данным следственных органов, начиная с 2015-го, преступная группа осуществляла на территории Санкт-Петербурга вербовку в ряды террористов ИГИЛ и Джабхата Нусра, организации, также запрещенной в России. А 24 марта шесть террористов совершили нападение на базу Росгвардии в Наурском районе Чечни. Эту атаку тоже взяла на себя группировка ИГИЛ. Обсудим борьбу с терроризмом с генерал-майором ФСБ в отставке Александром Михайловым. Александр Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте. С терроризмом должны бороться только спецслужбы или кто-то еще может помочь в этом сложном деле? Спецслужбы имеют очень ограниченный ресурс, потому что количество людей, работающих на этой теме, ничтожно по сравнению с теми угрозами, которые реально есть. И безусловно, что основным инструментом для специальных служб является общество, которое должно оказывать ему помощь, потому что мы прекрасно понимаем, что люди, живущие в домах, видят большое количество нелегально проживающих там персонажей, каждый из которых может представлять угрозу, если у них такие есть замыслы. Как вы оцените средства и оборудование по борьбе с терроризмом? Есть, наверное, более эффективные, есть менее эффективные? Как вы считаете? Ключевым в борьбе с терроризмом, конечно, является не оборудование, а человек. И если человек владеет этим оборудованием, то тогда будет хороший эффект. Но оборудование это всегда вторично. Рамки нас защищают? Вы знаете, я не видел еще ни одного факта, чтобы с помощью рамок что-то выявили. Это всего лишь вторичная тема. Потому что основная задача специальных служб – работать на упреждение, то есть выявление предпосылок, выявление подготовки, выявление замыслов. Все остальное, как только человек одел на себя гранату, уже говорить поздно. Ну а в Стокгольме в пятницу грузовик въехал в толпу людей. У торгового центра три человека погибли. Шведская полиция признала это преступление терактом. Ну и ранее такие теракты происходили в Берлине и, конечно, в Ницце, где погибли 84 человека. Возможно ли избежать вот таких терактов? Единственной гарантией безопасности граждан является упреждающая информация, по которой могут отработать эффективно правоохранительные органы. Несмотря на усилия спецслужб, противостоять террористам становится все сложнее. Порой выявить крупную сеть легче, чем одиночку-самоубийцу. А таких становится все больше. А уж когда теракт совершен, близкие начинают вспоминать. Ах да, он действительно что-то замышлял. Спецслужбам не под силу объять все. Только за прошлый год были ликвидированы 140 боевиков, 24 главаря банд-групп, задержаны 900 пособников террористов. Предотвращать будущие теракты помогает слежка в сети, внедрение собственных агентов в ряды группировок. Методов в арсенале современных спецслужб предостаточно. Теракты самоубийства с подготовкой взрывного материала, с подготовкой пояса шахида и так далее требуют некой организации. Организация это всегда больше, чем один или два человека. То есть это обмен информацией, закупка каких-то исходников, доставка террориста-смертника на место, разведка местности до. Эти действия скрыть достаточно сложно. И на этом фоне можно попытаться вскрыть ту самую ячейку. Как готовятся теракты, хорошо знают в Израиле, государстве, имеющем полувековой опыт борьбы с терроризмом. За 2016 год было предотвращено в Израиле 344 теракты. Из них 16 терактов самоубийств, еще 16 попыток захвата заложников. Террористическая ячейка не может действовать в вакууме. У террористов есть соседи и родственники. Неоценимую помощь в борьбе с террором израильским спецслужбам оказывают простые, но очень бдительные граждане. И когда на улице кто-то оставляет бесхозную сумку, остальные люди не проходят мимо. Отцепляют район, приезжают команды с роботом и эту сумку расстреливают. В подавляющем большинстве случаев, конечно, оставленная сумка оказывается просто сумкой. Но это как раз из той категории ситуации, когда лучше очень сильно перестараться, чем немножко недосмотреть. Без искры пожара не бывает. Борьбе с терроризмом мешает сегодня и коррупция, и халатность. А в Израиле и мнение мирового сообщества. Для того, чтобы выиграть конкретный бой, не нужно быть самым моральным. Более того, это, конечно, мешает. Но сегодня бой не ведется, к счастью или, к сожалению, только на поле боя. Он ведется во множестве мест. Не в последнюю, а, может быть, сегодня даже в первую очередь, он ведется в прессе. Очень хотелось бы часто террористов и тех, кто их поддерживает, и тех, кто просто ставит лайки, мочить в сортире. Мы себе этим не можем позволить. Мы маленькая страна, которая очень зависит от общественного мнения, от ООН. Неработающие рамки металлоискателей в метро, сдача в аренду жилья без договора подозрительным личностям, отсутствие должной реакции со стороны полиции на тревожные звонки граждан. Наконец, почти свободная продажа без паспортов сим-карт, использующихся для одного, но очень страшного звонка террориста. Мобильные операторы не могут этого не знать, но продолжают ставить наживу выше безопасности граждан. Чему учат нас теракты? Мы должны быть ответственными и бдительными. Без паники, без истерики. Спокойно принять вызов. И только сообща мы сможем переломить ситуацию. Александр Георгиевич, ну что ж, теперь службы делают свою работу, но как сделать так, чтобы некоторые граждане и компании не способствовали террористам вольно или невольно? Вот смотрите, у нас все идет в формате компанейщины. Мы начинаем бороться с миграцией в формате компанейщины. Мы начинаем бороться с нелегальными квартирами в формате компанейщины. Вот сейчас произошел террористический акт, сейчас будут чистить всякие места компактного проживания людей без прописки и нелегальных мигрантов. Более того, я скажу, когда начинается эта кампания, сразу встают в стойку люди, которые крышуют весь этот бизнес. Попробуй сейчас зачистить какой-нибудь там апраксин двор, сразу какое количество крыш прибегжет туда. Потому что люди, которые крышуют преступный бизнес, а это мы можем говорить о нелегальной миграции, это преступный бизнес, они должны находиться там, где они должны находиться по закону. Вот это вот ключевая проблема. Когда мы вспоминаем Израиль, мы, конечно, понимаем, хороша страна Болгарии, но Россию лучше всех была такая песня, да? Но Израиль с 1948 года находится в состоянии постоянной террористической, контртеррористической готовности. Мы, к счастью, всего лишь 25 лет. Кстати говоря, вот этот вот факт, который произошел в Санкт-Петербурге, он дает возможность там открутить кино назад и посмотреть, где чего не сработало. На каком этапе были, прозевали или этого человека, или эту группу, которая могла провести такой террористический акт. Третьего апреля по подозрению в коррупции был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. 139 миллионов рублей. Ну, это, конечно, слезы, а не взятка по сравнению с миллиардами других губернаторов. Но брал он их на одной из двух главных бед России. На дорогах. Раздавал подряды компаниям, связанным с членами семьи. Состояние дорог в столице Удмуртии и Ижевске, мягко говоря, отвратительное. Город занял 66 место в рейтинге ОНФ. Ну и кроме того, у Удмуртия входит число регионов при Волжье с самой высокой задолженностью по зарплате. Но надо сказать, что арестованный Соловьев является лишь продолжателем традиций клановости и коррупции в республике, заложенной его предшественником. Александр Георгиевич, как регион, который славится производством автоматов Калашникова, межконтинентальных баллистических ракет Тополь, Ярс и так далее, массой великолепных промышленных и оборонных предприятий. Как он до такого сложного экономического положения дошел? Как и многие другие. У нас, к сожалению, помимо Удмуртии, у нас есть много субъектов, которые, в общем-то, погрязли вот в такой же коррупции. И последние уголовные дела, которые были возбуждены в отношении государственных чиновников, они свидетельствуют о том, что лица, облеченные такими полномочиями, должны нести ответственность не за коррупцию, они должны нести ответственность за государственную измену со всеми вытекающими последствиями. Потому что чиновник класса А, которому доверено народом, государством, руководством страны, доверены высочайшие полномочия, он должен отвечать именно за государственную измену. А я хотел бы заметить, каждый руководитель региона, каждый руководитель субъекта Российской Федерации является председателем антикоррупционной комиссии в этом регионе. То есть тут еще двойная ответственность возникает. Конечно, мы должны с них просто спрашивать. И последний, наверное, очень важный момент. Вы знаете, когда в судах начинают рассматривать такого рода дела, всегда возникает некий люфт по наказаниям. Есть нижний предел, верхний предел, от, до. А мне кажется, что уже давно по этим статьям надо вводить фиксированный срок наказания. Вот если есть состав преступления, он доказан, 25 лет и вперед колоть лед на ледовитом океане. Нынешняя Дума может принять такие поправки в закон? Я думаю, что даже давно уже на этот вариант должны уйти. А в противном случае мы все время будем ходить по одному и тому же кругу. Ведь этих кругов уже было миллионы. Мы можем прекрасно видеть, как нарастает напряжение в обществе. Именно потому, что коррупционный чиновник, который уже набил оскомину всему субъекту. Или, допустим, российский... В регионе-то все знают, чем он занимается. Конечно, конечно. Все знают. Ну, значит, реакции-то нет. Ваш прогноз. Каковы шансы? Кто кого? Коррупция нас или мы ее всю жизнь? Мы начали с очень важного момента, с терроризма. Терроризм – это тоже порождение коррупции. И мы должны понимать, степень ответственности должностных лиц за коррупционные проявления так или иначе связана с безопасностью людей. Потому что, как я уже сказал, достаточно посмотреть на, скажем, ту инфраструктуру, которая является питательной средой для терроризма. Она вся проплачена. Александр Георгиевич, спасибо, что были с нами. Далее в программе. Уронила гривну на пол. За что еще украинцы хотят посадить главу Нацбанка? Крупные хищения в высших эшелонах киевской власти. Украина распродает последнее, родную землю. Как еще расплатиться за транш МВФ? На Украине тем временем в отставку ушла глава Национального банка. Валерия Гонтарева не устояла перед искушением перенаправлять нужное русло широкие финансовые потоки. А президент Порошенко получил еще одну удавку в виде кредита от МВФ. Мы через эти кредиты тоже проходили в далекие 90-е. Они даются на уничтожение социального государства и поддержание политической власти. Главу Нацбанка Украина Валерию Гонтареву обвиняют в хищении 400 миллиардов гривен. По российским меркам 26 миллиардов рублей. Национальное антикоррупционное бюро настаивает. Это кража средств, выделенных на рефинансирование украинских банков. А их просто вывели на счета подставных компаний за рубеж. Обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ. И его руководительницы. Что позволяет мне утверждать, что Гонтарева предстанет перед судом. Уже на следующий день после обысков в главном банке Украины у дома главы Нацбанка Гонтаревой собирается толпа журналистов. Мне не стыдно за все реформы, которые я провела в нашей Украине. Не удовлетворившись ответом банкирша, активисты блокируют выезд главы НБУ на работу. За два с половиной года работы Гонтаревой украинские граждане потеряли в банках 120 миллиардов гривен. Еще 70 миллиардов – потери государственных и коммерческих предприятий. В два раза выросли цены, в три раза упал курс гривны. План побега Гонтарева вынашивала давно. Неоднократно писала заявление об отставке, но Порошенко ее не отпускал. Гонтарева была важной фигурой в переговорах с Международным валютным фондом по выделению транша. И как только миллиард был получен, делу против главы Нацбанка дали ход. Ну а удачный исход переговоров с МВФ Порошенко, как обычно, положил в копилку личных заслуг. Но деньги МВФ не подарок, а кредит. И отдавать его придется. Украина при Порошенко уже получила от МВФ 7 миллиардов долларов. Причем на очень жестких условиях. Одно из них – пенсионная реформа, по которой с 2021 года на пенсию смогут претендовать украинцы только со стажем не менее 30 лет. А таких в стране менее 8%. Еще одно требование – введение абонентской платы за газ. А значит, суммы в платежках могут вырасти от 2 до 5 раз. При том, что за 2 года тарифы на газ и электричество для населения уже подскочили в шестеро. Случилось так, как мы и ожидали. Мы этот 1 миллиард долларов разменяли на очень невыгодные и обременительные для страны условия. Долговая петля на шее Украины может затянуться очень скоро. До 2020 года на погашение и обслуживание госдолга Иву потребуется 13 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем нынешние собственные золотовалютные резервы страны. Но при этом Украина продолжает радоваться милым европейским подачкам. После долгих месяцев мучительных переговоров Европарламент утвердил введение с Украиной безвизового режима. Но въезжать можно будет только на 3 месяца. Право на работу в странах ЕС безвизовый режим не дает. А ведь именно на это многие рассчитывали. Но в отличие от украинского президента, имеющего виллу в Испании, у простых украинцев выбор, куда бежать, небольшой. Обсудим ситуацию на Украине с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Михаил Борисович, приветствую вас. Здравствуйте. Чем же поможет президенту Порошенко и Украине новый транш МВФ? Это не спасает и это, более того, накладывает обязательства? Президент Порошенко собирается их облагать? Ну, что-то мы пока не очень пополняем, а нам деньги продолжают давать. И мне, например, понятно почему. Это же кредиты не экономические, это кредиты политические. Понятно, что, ну, во-первых, значит, нельзя европейцам просто нельзя допустить полного обвала тех, кого они опекают. Ну, во-первых, наступит дефолт. Обрушится дальше гривна, будет невозможно выплачивать пенсии и зарплаты. И это будет означать, что вот... Режим несостоятельен. Как бы выбрала Европу, которая стала как бы антироссийским плацдармом, она вот... Ну, Европа их подвела и все. То есть они будут давать его для поддержания на вот этом низком уровне достаточно долго. Безвизовый режим. Что дает он рядовым украинцам? Эти визы, без виз, да, нужен огромному количеству людей, которые хотят уехать и устроиться на работу. Но вот как раз этого права этот безвиз не дает. Я думаю, что пройдет пару месяцев после вот этого безвиза. И люди будут не просто неудовлетворены, они будут в высшей степени раздражены этой новой ситуацией. Так что, ну, не знаю, во всяком случае, европейцы попробуют как бы испытать этот вариант как бы на себе. Они получат демпинг рабочей силы, цены рабочей силы, поскольку люди все равно будут ехать. Люди все равно будут ехать, украинцы все-таки в Польшу, в Германию, куда могут. Нелегально работать, будут устраиваться нелегально. Что, в общем, устроит каких-то португальских или испанских как бы хозяев, для которых работают украинские обслуживающие персоналы, работают неплохо. Михаил Борисович, мы продолжим разговор через пару минут. Вот. Украина – это 10% мирового чернозема. Это около четверти украинской территории. Скоро они поступят в открытую продажу. 70% украинских аграриев против свободной продаж земли. А главные интересанты – крупнейшие транснациональные корпорации «Монсанто» и «Каргил». Они хотят выращивать генно-модифицированные культуры на украинском черноземе. Из Европы их погнали в Шия. А Украина, по всей видимости, встречает хлебом с солью. Распродажа сельскохозяйственных угодий – одно из главных условий предоставления Украине будущих траншей МВФ. Старт продаж – май. Собственно, сам чернозем из Незалежной уже вывозит вагонами. Теперь дошли руки до земельных на дело. По словам премьера Гройсмана, новая земельная реформа удивит многих. О развитии фермерских хозяйств речи не идет. У украинского крестьянина сегодня нет средств на покупку земли. Значит, покупателями угодий станут местные олигархи или иностранные корпорации. У таких международных ГМО-гигантов, как Монсанто и Каргел, на Украине уже все схвачено. Весной следующего года под Одессой Каргел заканчивает возведение огромного зернового терминала. Все это по замыслу властей должно способствовать увеличению экспорта из Украины сельскохозяйственной продукции. Вопрос какой? В свое время главный управляющий американской компанией Каргел Грегори Пейдж сказал, что считает направление генетически модифицированных организмов одним из наиболее привлекательных для инвестиций на Украине. А в большинстве стран Евросоюза выращивание ГМО-злаков запрещено. Но украинские власти готовы провести еще один эксперимент над своим народом. Самое страшное, что однажды, пустив себе на землю производителей ГМО, Украина может навсегда попрощаться с экологически чистым сельским хозяйством. Это может коснуться и России. Пыльца с трансгенных растений способна перелетать десятки километров, опыляя и экологически чистые растения. И под угрозой заражения могут оказаться Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области России. Порошенко пообещал Евросоюзу в обмен на транше еще и снять мораторий на торговлю лесом-кругляком. Украинские экологи предупреждают, что если такой закон будет принят, страна лишится знаменитых карпатских лесов. А вся территория Западной Украины через 10 лет превратится из леса степи просто в степь. Снимки за последние три года показывают, как буквально на глазах исчезает лес Скорпат. Не слишком ли дорогую цену собирается заплатить Украина за подачки ЕС? Михаил, ну если пустить продукцию ГМО на свою территорию, от нее потом никак не избавиться. И более того, она будет завоевывать все новые и новые пространства. Я думаю, что ничего с продажей земли буквально в ближайшее время, как сказано было в сюжете с мая месяца, не будет виден мораторий. Так я предполагаю. Даже с Кругляком, и то есть проблемы, это надо решение парламента. Я не уверен, что даже с Кругляком удастся это дело обещанное. А у нас Порошенко ему расплюнуть что-нибудь пообещать. Понимаете? Так что я думаю, что главное ему, чтобы мы обещали, чтобы он останется в роли президента еще какое-то время. А вот это вот, а с этим все в порядке. Они будут его до тех пор поддерживать, хотя точно знают, что коррупция, там у него в его окружении сплошные коррупционеры, даже начинают как бы, начинают работать против него фактически. Но убрать его сейчас точно не готовы. Я думаю, что он пока будет держаться. Ну что же. Спасибо большое, Михаил, что были с нами. До новых встреч. И вот какие прогнозы получились у нас сегодня. Тилерсон привезет Путину ультиматум по Сирии. Наказание за пособничество террористам в России будет ужесточено. Коррупцию высших чиновников необходимо приравнять к государственной измене. Ожидания украинцев от безвизового режима с ЕС не оправдаются. Это была программа «Прогнозы» и я, Вероника Крашененникова. Увидимся в следующие воскресенья в 22.00 на «Звезде». Мы делаем прогнозы и мы за них отвечаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин